Всем привет! В этом видео я вам расскажу и покажу, как приставки Xbox 360 абсолютно к любому Xbox 360 подключить вот такой вот жесткий диск, вот такой вот жесткий диск, вот такой вот жесткий диск, либо же SSD, либо же вот такой. Абсолютно любой жесткий диск, даже вот такой можем подключить, к любой Xbox 360. Итак, начнем. Мы включили приставку, у нас приставка должна быть прошита. Так, этот джойстик дотронулся. Приставка должна быть прошита, и для того, чтобы подключить жесткий диск, есть один из вариантов. Первый. Если у нас есть вот такой вот карман, который, в принципе, редкость, потому что приставок без него, вот как здесь видите, тут сверху нет кармана, в общем, без кармана приставок было больше, нежели с карманом. Поэтому, в принципе, соответственно, карманов меньше и большее количество приставок без жесткого диска. Если такой поставить, этот жесткий диск ставится на FAT версии. Это Xbox 360, белые и черные варианты, где жесткий диск находится либо сверху, когда на вертикальном положении, либо слева, если на горизонтальном положении. Итак, чтобы отсюда достать диск и вставить вот такой, например, сюда жесткий диск, нужно раскрутить раз, два, три, четыре, четыре болта и вставить жесткий диск. Приставка должна быть прошита. Если приставка не прошита, у вас будут работать только жесткие диски с вот таких вот карманов. Они шли, предлагались на 20, 60, 120 и 250 гигабайт некоторые версии. А также будут еще подходить жесткие диски, которые достаются с вот таких карманов, оригиналы. Вот, с Xbox 360, они уже шли по 250 гигабайт и 500 гигабайт. Терабайта я не видел. А, еще были 320 гигабайт. Подключаются они. Раскрываем эту коробку. Если оригинальная коробочка, то в оригинальной коробке она не раскрывается, она тут заклеена. Если не оригинальная, то там, соответственно, может быть не оригинальный диск, и он подойдет только до прошитой приставки. Вот такая вот коробочка, и здесь легко и просто мы ее раскрываем. Сейчас. Вот так вот. Раскрыли. И сюда вставляется абсолютно любой жесткий диск, например, в эту коробочку. Раз. Ну и закрываем, не буду закрывать пока что. И вставляется в саму приставку там. Если это слимка, вот так вот закрылась. Вот таким макаром она будет. И вставляется в приставку. Вот. Эти диски оригинальные, они видят эти диски, даже не прошитая приставка. Если мы вставляем, например, на 1 терабайт, вот как здесь, 1 терабайт жесткий диск, тогда его приставка не будет видеть, с большой вероятностью, не будет видеть, и просто его не найдет. То есть, вот таким вот образом. Ну, например, вставляем мы жесткий диск в эту коробочку и вставляем на Xbox 360. Тут открутили, вставили сюда его. Можно также SSD диск поставить. Вот. SSD там любого объема. И еще один из вариантов, это подключение, ну, самый практичный, я думаю, вариант, через вот такой вот переходник к USB. Вот мы его видим, переходник. Легко и просто подключается любой вид диска. Вот здесь, вот сюда. Вот. Хоть SSD, хоть... Тут шнурочек, видите, какой-то. Хоть SSD, хоть и жесткий диск, разницы нет. Вот. И такой вот тоже. Сейчас достану. Есть. Тоже подключается, раз, все. И включается в USB. В USB на приставке. Вот. В карман абсолютно любой. Но, если мы зайдем в меню, кстати, вот, кстати, у меня есть SSD на 1 терабайт. Я его подключил тоже через USB. Вот. Закинул уже на него игры. Сейчас я даже зайду, покажу, что он работает. Итак, если вы просто включите этот диск, подключите, всунете вот этот вот штекер в USB, то у вас, скорее всего, диск не будет видеть приставка. Что делать нам дальше? И тут я вам расскажу, как дальше поступать. Итак, заходим в проводник, смотрим. У меня уже подключенный тут USB 0, терабайтник как раз. Я на него закинул игры. Тут через проводник ссылок нажал, зашел в проводник. И вот у меня тут, в принципе, на нем уже игры есть в нулях. Вот они все. Я загрузил их. Те же самые игры загрузил, что и на этом жестком диске. То есть я скопировал жесткого диска, который стоит в приставке. Вот он на 1 терабайт. На жесткий диск, который стоит как USB. Тоже на 1 терабайт. Вот, кстати, 931,4 гигабайта, а в жестком 926 гигабайт. Вот. И, например, мы взяли, да, подключили жесткий диск. Сейчас я вот подключу, например, так, какой же нам. Терабайт не буду. Хотя можно... Нет, терабайт не буду. Сейчас возьму другой. Подключаем жесткий диск просто сюда. А, давайте попробуем как раз SSD. Подключаю SSD диск. Включаю его в USB. Можно спереди, можно сзади. Не знаю, надо посмотреть. Спереди и сзади одинаковая скорость USB. Так. Есть. Я его подключил. Он зашумел, заработал. Этот даже не шумит. Ну, чувствуется. Что-то начало в нем работать. Да. Вот. Но этот диск у нас здесь как USB не появляется. Что мы делаем? Выходим отсюда в это меню. Нажимаем вот эту вот кнопку. Нажимаем Y. Выбираем выйти в стандартный дашборд. Нажимаем, чтобы выйти. Обязательно вот эту нажимаем, зажимаем. И нажимаем A. Выбираем да. И мы выходим в стандартный дашборд. Вот. Заходим, вот, листаем к настройкам. Заходим в систему. Нажимаем A. Хранилище. И вот у нас вот этот жесткий диск, который мы подключили. Вот. Показано, как не отформатирован. Если мы этот жесткий диск подключили бы не через USB, а подключили вот в приставку вверх сюда, через карман, через карман, вот. Тогда бы, чтобы его отформатировать, нужно было бы еще вводить код консоли. Я чуть позже покажу. Вот как это делать. Вот. Нажимаем A. Форматировать. Все. И он форматируется. Итак, чтобы... После чего? После форматирования. Это займет некоторое время. Он будет у нас виден и будет виден в оброле. Если вот этот жесткий диск, то вам нужно будет зайти... Так, у нас занимает это время. Так, если жесткий диск такого плана, который стоит, либо жесткий диск, который вы вставили в приставку, вам также надо будет зайти в меню настройки, сведения о системе, посмотреть там код системы и ввести его при форматировании. И тогда у вас отформатируется. Все. После того, как мы отформатировали, им можно будет пользоваться. А пока мы форматируем, сейчас я вам покажу еще виды дисков, которые могут быть. Кстати, карман. Вы можете взять карман любого абсолютно плана. Вот такой, например, карман. Видите, Kingston. Он закрывается тут. Подходит как SSD диск, так же и любого объема, в принципе. Вот раз, закрылся, и тут вот. Накрылся, и тут вот замочек. Плохо подается груб. Есть. Все, замочек. Все вот так. На замочек он у нас теперь не выпадет. Так, готово. Окей. Так. Его отформатировали. Параметры устройства. Нет, не этот. Мы выбрали его как запоминающее устройство, как для памяти приставки, куда он будет запоминать. Ну, заливать она будет свои данные. Но нам надо, он как жесткий диск. Вот. Удалить как запоминающее все. Удаление контента Xbox 360 с устройства. Сейчас она снова пройдет. Почему-то вот SSD, они всегда хотят форматироваться как флешки. Как память для приставки 360. Для того, чтобы туда сохранять информацию 360. Так, удалено. Все. Вот наш теперь жесткий диск. 59,6 гигабайт у нас свободно. Теперь заходим в Аврору. Нажимаем снова среднюю кнопку. Аврора Home. Выбираем. Да. Нажимаем А. Заходит в Аврору. Загружаются наши игры. Тут загрузка автоматом с жесткого диска внешнего. Так. Теперь нажимаем Select. Проводник. А. И вот у нас появилась USB 1. Пожалуйста. USB 1. Это наш жесткий диск. Мы сюда можем закидывать информацию в папку Content. Дополнительно еще нули папку. Можно дать, можно не додавать. Если мы хотим пользоваться этим жестким диском на приставке не прошитое, то там должны быть нули. Если прошитое, разницы нет. Вы все равно будете выбирать путь. Вот. И все. В принципе, наш жесткий диск готов. Так. Что я еще хотел показать вам? Что-то с жестким диском. Ладно. В общем, да. Еще. Могу сделать видео на тему, как жесткий диск подготовить к играм. То есть, как закинуть на него всю информацию, чтобы этот жесткий диск можно было вставить на другую приставку. И там уже он запускался. И вот, как у меня здесь, все с иконками запускалось. И чтобы там были игры. Вот. Если у вас, например, жесткий диск на приставке есть, то вы берете и его настраиваете. Вот, кстати, сейчас зайдем еще раз в этот проводник. USB-1. Это у нас вот этот на 59,6 гигабайт. Я его достаю. А тут есть интересный извлечь? Я извлечь нет? Ладно. Захожу снова в проводник. Достаю этот USB-1. Все. Вот он у нас. Теперь этот жесткий диск, каким бы он объемом ни был, мы можем его подключить к любой приставке. И у нас будет на нем контент. Мы можем закинуть сюда игры дополнительно. Например, поставить на 1 терабайт. Вот. Сюда. Кстати, сейчас подключу на терабайт жесткий диск. Я, кажется, его уже форматировал. Поэтому я не стал его ставить. Подключаем. Так. Отключил. Так, все. Вот этот у нас вибрирует. Да, там же. И ждем. В принципе, сейчас его должно обнаружить. Если не обнаружен, то выйдем в меню. Сейчас можно сразу выйти в меню, чтобы не ждать. Так, еще раз повторим. Как выходить. Нажимаем Y. Нет, так. Здесь в меню нажимаем среднюю кнопку. Нажимаем Y. Выбираем Да. Нажимаем RB. И нажимаем букву А. Ой. Нету, нажал. Y. Выбираем Да. Нажимаем RB. Нажимаем А. Все. RB не отпускаем. Кстати, если у вас нету вот этих вот аватаров с обновлением, то вам надо будет сделать обновление к ним. Если кому-то нужно, то могу рассказать, как это делать. Настройки. Система. Хранилище. Все устройства. Да. Так, пока что еще не обнаружила. А, нет, не до конца я его подключил. Сейчас. Отключаю его. Еще раз подключаю. Да, вспомнил, что я хотел, кстати сказать, если вот такой жесткий диск форматировать, то его нужно форматировать с кодом от приставки. Заходим настройки консоли. Листаем вниз, 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 вниз. Сведения о системе. И вот здесь серийный номер консоли. Мы фотографируем, либо записываем. И заходим в хранилище. Все устройства, да. И так. Жесткий диск, вот, например, тот, что стоит. Вот его, чтобы форматировать, если мы нажмем форматировать, то нам надо будет ввести сюда код консоли. Он, кстати, он показан, кстати, как вот этот жесткий диск. Видите? Например, параметры устройства форматировать. И не буду сейчас пробовать, потому что там важная информация. Но там надо будет ввести. И, кстати, вот диск на терабайт появился. Все работает отлично. 931 гигабайт. Заходим в Аврору. И он тоже там будет у нас. И все, мы можем на него брать и закидывать всю информацию, что нам нужно. Например, кстати, как игры закидывать? Покажу вам в другом видео. Все, на этом пока.